В имене Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Бестворение святителя Анны Затауста, беседы на первое послание к Коринфянам. Скажи мне, если бы 12 человек, неопытных в военном деле, не только безоружных, но и слабых телом, вступив в борьбу с многочисленным отрядом вооруженных воинов, не потерпели от них никакого вреда, будучи осыпаемыми бесчисленным множеством стрел, остались неприкосновенными, принимая стрелы обнаженным телом, сами поражали всех, не употребляя оружия, но отражая рукою, одних били, а других брали в плен, не получая сами никаких ран, то кто сказал бы, что это дело человеческое? Но победа апостолов гораздо более удивительна. Не столько удивительно, если обнаженный не получает ран, сколько удивительно, если простой, неученый, рыбарь побеждает столь сильный, не смотря ни на свою незнатность и бедность, ни на опасности и закоренелые привычки, ни на строгость предлагаемых правил, ни на ежедневно угрожающую смерть, ни на множество обольщенных, ни на важность обольстителей. Так мы должны не злагать их и состязаться с ними, а прежде слов мы должны поражать их своей жизнью. Это великое состязание. Это неопровержимое доказательство от дел. На словах, сколько бы мы не рассуждали с ними, но если жизнь наша не лучше их жизни, то не будет никакой пользы. Они обращают внимание не на слова, но и испытывают дела наши и говорят, «Ты прежде сам убедись в истине слов своих, и тогда убеждай других. Если ты говоришь, что бесчисленное благо ожидает нас в будущей жизни, а сам поступаешь так, как бы их ни было, прилипаясь к благам настоящим, то дела твои для меня сильнее слов. Когда я вижу, что ты похищаешь собственность других, без меры скорбишь об умерших и грешишь во многом другом, то как я поверю тебе, что есть воскресенье? Хотя бы даже они так и не говорили, но они думают так и содержат это в своих мыслях. Вот что препятствует неверным сделаться христианами. Будем же обращать их к своей жизнью. Многие и неученые люди поражали ум философов, являя любомудрия в делах и громче трубы вещая поведением и любомудрием. Это сильнее слов. Если, например, я буду утверждать, что не должно помнить зла, а между тем буду причинять язычнику множество зол, то как могу привлечь его словами, когда отгоняем делами? Итак, будем уловлять их жизнью, из душ их созидать церковь и собирать такое богатство. Ничто не может сравниться с душою, даже целый мир. Хотя бы ты раздал бедным бесчисленное богатство, ты не сделаешь столько, сколько обративший одну душу. Великое благо миловать бедных, но не такое, как избавить кого-нибудь от заблуждения. Кто делает это, тот уподобляется Петру и Павлу. Подлинно можем ему участвовать в их проповеди, но тем, не тем, чтобы подобно им подвергаться опасностям, терпеть голод, мучения и другие бедствия. Теперь мирное время, но тем, чтобы проявлять ревностное к тому усердие. Можно и сидя дома совершать эту ловитву. Кто имеет друга, родственника, домашних, пусть делает с ними это. Пусть говорит им это. И он уподобится Петру и Павлу. Что я говорю Петру и Павлу? Будет устами христовыми. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, говорит Господь. Если ты не убедишь сегодня, убедишь завтра. Если никогда не убедишь, получишь полную награду. Если не убедишь всех, то, может быть, из многих некоторых. Ведь и апостолы убедили не всех людей. Но ко всем простирали свое слово и получили награду за всех. Бог обыкновенно назначает венцы, взирая не на конец подвигов, а на расположение подвязающихся. И если принесешь только две лепты, он примет, как он поступил с Давицею. Так поступает и с преподающими учения. Итак, из-за того, что ты не можешь спасти всю Вселенную, не пренебрегая немногими, и устремляясь к великому, не лишая себя малого. Если ты не можешь обратить ста человек, постарайся обратить десять. Если не можешь десять, не пренебрегай пятью. Если не можешь и пяти, не пренебрегай одним. Если не можешь и одного, и тогда не унывай, и не оставляй делать то, что можешь. Не видишь ли, как в торговле, занимающейся ею, заключают сделки не только на золото, но и на серебро? Если мы не будем пренебрегать малым, то получим и многое. А если пренебрежем малым, то нелегко получим и многое. Богатыми делается, собирая и малое, и многое. Так будем поступать и мы, чтобы, обогатившись всем, нам сподобиться Царствия Небесного. Благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава держала честь ныне и присна и во веки веков. Аминь.